МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую неделю герои нашего проекта отправляются в путешествие. Не удивляйтесь, если на улице к вам подойдут и спросят, а что тут у вас есть интересного посмотреть, где вкусно кормят, и какая гостиница лучшая в городе. Ведь мы уверены, наши люди плохого не посоветуют. А в какой город мы отправимся сегодня, решит игра «Камень-ножницы-бумага». А там мы можем посмотреть на струю Василия Яковлевича. Я, честно говоря, впервые в таком древнем храме. А сейчас познакомлюсь с моими родителями. Может, я беру свою забаву? Кто? Ну вот что у вас есть такое драгичное, вкусное, что надо непременно напекать? То есть, если это надеть, тогда я выйду замуж за беднижского парня. О, бесплатно! Привет, это «Камень-ножницы-бумага». Я решила усложнить нашим туристам жизнь. Теперь им нельзя не только пользоваться подсказками интернета, но еще им придется соревноваться с местными жителями. Итак, наша туристка Лена вместе с певицей и Юля отправится в родной город артистки Драгичин. Что из этого выйдет, посмотрим. Лена замужем, мама маленькой дочки, ищет самые экономные, но хорошие варианты для того, чтобы не только самой отдохнуть, но и дать отдохнуть всей своей семье. Умеет экономить и знает толк в бюджетных путешествиях. Певица Июль родом из Драгичина. В этом городе и сейчас живут родители певицы. Июль по паспорту Юля частенько ездит к ним в гости. И вместо балийских пляжей предпочитает загораться на зеленой лужайке у родительского дома. Привет, девчонки. Привет. В моих руках сегодня нет конвертов, потому что поедете вы в один тот же город Драгичин. И Юль бы прикласили не случайно, потому что это ее родной город. Тем, наверное, будет легче для нее и сложнее для Лены, а может быть и наоборот. Посмотрим. Я предлагаю вам сыграть в камень, ножницы, бумага для того, чтобы узнать, кто же первым начнет наш необычный эксперимент. Ну это как-то нечестно, мне кажется. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Потупились ножнички. Ты первая. Начинаешь. Я напомню, что вы не должны пользоваться подсказками интернета, только советами местных жителей. Так что, Юля, тебе, возможно, легче воспользоваться своими знаниями. Ну что, поехали? Поехали! Вот я наконец-то в Драгичине. Я здесь жила, я здесь училась, я здесь все знаю, я здесь всех знаю. Но также я знаю, что самое лучшее за пределами этого города. Что касается Драгичина, достопримечательностей в самом городе не очень много, поэтому я предпочла выехать за пределы. Посмотрите, пожалуйста, вот это поле, но это не просто поле. Это элемент сокровищ ЮНЕСКО. Вот прямо перед нами небольшой кусочек дуги Струвы. Земля, оказывается, имеет не круглую форму, а форму эллипса. Он потратил годы, годы, годы своих исследований, и в итоге у него получилось доказать, что все-таки Земля реально эллипс. Для меня это не очень понятный вид достопримечательностей. А там мы можем посмотреть на струю Василия Яковлевича. В общем, человечек молодец, вклад внес, мы ему благодарны. Посмотрели кирпичики там такие в земле. Ну, собственно, все. Видимо, это и есть вот эта самая отметка. Кстати, этих отметок было очень много. Они были на протяжении почти трех тысяч километров. Итак, город Драгичин. Небольшой, тихий, наверное, в некотором смысле провинциальный городок. Драгичину более 500 лет, и на его территории расположены уникальные памятники архитектуры. Осталось их найти, и помогут мне в этом местные жители. Впервые в Драгичине хотим узнать, что нам можно тут посмотреть. Я не знаю даже. Церковь строится красивая. Вот новая церковь строится. Ну, церковь построили новую. Единственное, куда меня отправляли, это церковь. Ну, вот, собственно, церковь. Ее только достраивают. Соответственно, истории она никакой особо не имеет. Меня больше интересует вон то синее здание. Предлагаю к нему и отправиться. Это Драгичинский храм в честь Сретения Господня, как оказалось, 1863 года постройки. Несмотря на то, что храм закрыт, возможно, нам улыбнется удача, и нам покажут его изнутри. Сейчас договорятся свыше. Нам ее открыли, чтобы показать внутреннее убранство. Пройдемте. Посмотреть вот на это великолепие воочию, это, конечно, незабываемо. Очень удивительный тот факт, что в церкви есть икона, об истории которой никто совершенно ничего не знает. Она же как-то тут появилась. Как-то вот тут, да. То есть даже вы не знаете, как она здесь появилась? Ну, рассказывается там, да. Ее считают уникальной, оригинальной иконой. А какой век Хатсабр? Ну, 19-й, наверное. Следующей нашей достопримечательностью была Троицкая церковь, которая находится в Бездеже. Еще одна достопримечательность Драгичинского района – это Троицкая церковь. В 1784 году ее построили, много раз реставрировали, но все равно, несмотря ни на что, она сохранила свой первоначальный вид. Сначала она была униадской, потом уже она стала православной. Закрыто. Что касается ее внешнего вида, очень аккуратненько. Наверное, там за ней следят. Зелененькая, красивенькая, все очень ухожено во дворе. А там мы можем посмотреть на струю Василия Яковлевича. Что нам можно тут посмотреть? Закрыто. А посмотреть вот на это великолепие воочию – это, конечно, незабываемо. Приехав в родной город, певица Юль сразу заявила, что в Драгичине смотреть нечего. Если вы хотите что-нибудь интересное, то нужно ехать за город в деревню Бездеж. Там есть не только церковь 18 века, но и пункт Дуги Струвы. Земля-то, оказывается, не круглая. Лена Юль не поверила и решила спросить у местных жителей, что же все-таки в Драгичине можно посмотреть. И они отправили ее в церковь. Больше в Драгичине смотреть действительно нечего. Так что пока Лена и Юль за осмотр достопримечательностей не потратили ни копейки. Но впереди их ждет заселение в гостиницу. Кого ждет, а кого и не ждет. Так как я жила в Драгичине, и здесь у меня живет много родственников, поэтому нет смысла мне искать какое-то жилье, тратить на это деньги. Я буду жить здесь. Я не очень часто приезжаю в Драгичину, я не очень часто приезжаю к родителям, но все-таки, когда приезжаю, я стараюсь выбирать, кстати, для этого, возможно, даже летнее время. Здесь у нас сад, здесь у нас сад, здесь у нас сад. О, а это чудо! Это чудо! Это собака, которая не похожа на собаку, она похожа на гиену, поэтому ее назвали чудой. А сейчас познакомлюсь с моими родителями. Это моя мама Людмила Николаевна, это мой папа Александр Евгеньевич. Это все делали мои родители, тратили свои силы на вот эту всю красоту. Я думаю, что не зря. Потому что я очень люблю сюда приезжать, загорать, радоваться солнышку и природе, и чистому воздуху. У меня там есть моя спальня, пока еще никто ее не оприходовал. Вот панорамные окошки. Кто имеет романтический эскадр характера, можно вот так вот сесть и посмотреть на закат. Святая святых. Здесь, на самом деле, от моей комнаты, в которой я когда-то жила, осталось мало, почти ничего. Все поменяли, мебель поменяли, поставили кровать. Но здесь стало очень так уютненько. Еще не доделано до конца, но здесь я буду спать. Пока. Ходи. Все отправляли в одну единственную гостиницу. Есть на вокзале здесь гостиница, вот сразу за углом. Вон там дальше, вот желтое здание. Вот это маленькая, это гостиница? Да, да. Прежде чем заселиться, я, естественно, хотела изучить номер и посмотреть, что он из себя представляет. Оценим наши апартаменты. Это двухместный номер. Мне могут кого-то подселить, но если я буду жить тут одна, койко-место стоит 16 рублей 80 копеек. Первое, что меня удивило, это размер номера. Он очень, мягко говоря, компактный. Сесновато, честно говоря, но свежепокрашенные стены. Видимо, недавно был ремонт. И шкаф. Вполне вместительный. Я столько вещей, вы знаете, в командировке с собой не вожу, поэтому мне достаточно. Кровати, конечно, немножко староваты. Буду выбирать место, наверное, здесь. Я не люблю. У дороги, у окна довольно шумно. Жестковато. Несмотря на то, что он такой компактный, он вмещает в себя все необходимое для туриста. Есть телевизор. Понятно, что от такого номера не следует ожидать какого-то супер-евростандарта. Ну, телевизор есть уже хорошо. Удивительно, что есть большой холодильник. Удивило то, что в холодильнике я обнаружила чью-то еду. Слушайте, я... Я, наверное... И вот почему-то на мое веселье, когда я рассмеялась тому, что в холодильнике увидела еду, местная администрация почему-то плохо отреагировала. Может, я в милицию называю кто? В смысле? В общем-то, из-за некого недопонимания, меня чуть ли не с милицией сказали, выставили из этой гостиницы. Соответственно, ночевать мне пришлось в машине по дороге в Минск. Понятное дело, что Юля становится не в гостинице, а дома. Ну, любой бы на ее месте делать так же, что может быть лучше родного дома. Но у Лены родственников в Драгичине нет, поэтому ее ждала гостиница. Но это как сказать, что ждала. Как только Лена заселилась в номер, в него ворвалась администратор и выгнула Лену на улицу. Вот так Лена осталась без ночлега. Надеюсь, в Драгичине ее хотя бы покормят. Ну где же в Драгичине поесть вкусно и недорого? В столовую вот тоже под рестораном на первом этаже. То, что недорого, я согласна, столовая, это всегда недорого. Добро пожаловать в местную столовую. Меню посмотреть, что я могу заказать. Вот наше меню на сегодня. Для столовую очень неплохое меню, я вам скажу. Разнообразное. Холодные блюда, супы, горячие блюда. Довольно хороший выбор. А цены вообще сказка. Я заказала борщ, заказала салат с капустой и рулядой. И очень мне советовали местную выпечку. Ну вот что у вас есть такое вот прям Драгичинское, вкусное, что надо непременно отведать? Драгичинский беляш. Драгичинский беляш. Ага, я, наверное, за беляш. Есть такой везде же музей, но там можно и поесть, и поспать, и поразвлекаться. Здесь не только красиво, но еще и можно вкусно поесть. Здесь я бывала, я знаю, куда вас приводить. А я вам хочу представить Марию Михайловну, которая нам расскажет, что мы будем сейчас делать интересненького. Я хочу сказать, прежде чем мы будем знакомиться с нашим музейным комплексом, я бы хотела, чтобы вы переоделися в традиционную нашу бельзинскую одежду, как полагается для наших гостей. Это я люблю. Внимание. Ой, я плохо и умею, я как бы не из дворянских. Спасибо большое, как приятно. Приятно. Ну что, будем дегустировать. Начнем с борщица. Драгичинский борщик. Все борщи попробовала, наверное, в Беларуси по маленьким городам. Драгичинский еще не попадал в список. Борщ, можно сказать, водянистый. Мясо я там не обнаружила. Ну, вкусно. Мне, единственное, чуть-чуть многовато соли, и не хватает зелени. А в остальном борщ, очень бюджетный борщ. Салат. Салат, ну, просто капуста. Ну, капуста и капуста. Маринованная вкусненькая капуста. Ну, два кусочка руляты небольшие. Пожалуйста, заходим. И вот вас ждет наша такая богатая дегустация. Ну, это такая огромная поляна, просто обалдеть. Чего начать? Я одна скромненько приехала. Я заплатила всего 15 рублей, но там были и драники, и сало, и картошка, блинчики с творогом, какой-то компот. Белорусский драник, судя по всему. Ммм, вкусненько. Макушка, по-моему, это какое-то их специальное какое-то изобретение. Вот это чудодейственная макуха. У нее вкусно, как будто семечки. Я понятно говорю, правда? Ну, и эпогей гастрономического безумия. Беляш. Ну, без салфеточки, мне кажется, это сложно есть. Итак, местная выпечка, говорят, крутая. Проверим. Действительно свежая, очень пышная беляшик. Беляши, как не советуется, мяса в них практически нет. Не дурно, да, действительно. Вот только мясо пожалели в беляше. Мяса мало в беляше. Где мясо? Ну, в общем, так себе еда. Хотите бюджетно поесть дорогичнее, столовая самое толще. 4,67. Очень редко мне удается так дешево поесть. Достаточно не надо. Картошечка. Ощущение довольно-таки приятное. Я даже не знаю, я на самом деле это ведь жила в драгическом районе, я уже говорила об этом. И сало – это одно из моих любимых блюд. И прям даже дома в Минске, если у меня нет сала, день не задался. Самое классное – это то, что эти продукты, которые они нам предлагали, они все эти продукты сами производят. Ну, что я могу сказать? Вот вы видите, что я как бы не так-то много и съела, и вроде ничего особенно не убавилось на столе. Но я так наела, что просто вам не рассказать слова им. Поэтому я думаю, что вам всем понравится, приезжайте. И это вполне себе выгодная инвестиция. Здоровенький желудочек. А сейчас познакомлюсь с моими родителями. Может, я вели сюда, да, а вы кто? Вы ночеваете. Я сама логбедяшу. Слава богу, Лена нашла, где пообедать в драгичине. Это место называется Столовая. Обед там стоит 4 рубля 67 копеек. В принципе, дешево, так себе вкусно. В беляшах мяса нет, так как и посетителей. Ну, июль знает, где нужно обедать в драгичине. Никогда не догадайтесь. Это музей народного творчества в деревне Бездиш. Там за 15 рублей для июля накрыли целую поляну с соленьями и вареньями. Мне кажется, в нашей проекте нужно менять правила, потому что выигрывает тот, кто платит. Ну, во всяком случае, в удовольствие. А в качестве развлечения я выбрала музей народного творчества. Здесь более 200 разных фартухов. Ни один из них не повторяется. И сейчас я вам это покажу и докажу. Это место богато на развлечения. Смотрите, как прялась нитка из льна. Эксклюзив! Она не ломается. Так, берите за кончик вертина. Так, вот этой рукой берите за кончик. Отпускаете как бы на весу. На весу. А палец отпускать? Да. Левой держите вот здесь ниточку. Левой ниточкой. Так, и крутите вертина. Надо закручивать, откручивать наоборот? Нет, просто крутите вертина. Как бы на весу, видите, вот так. Каждый должен заниматься своим делом. Ну, короче, это сложно, честно. Вот кажется, что легко, но я даже боюсь пробовать, потому что... Видите, я вспотела, я вспотела. Вспотела, вспотела. Скажите, пожалуйста, что в Драгичи интересно в плане развлечений? Парк? В парк сходите, не знаю. Парк молодежной парки. Меня направляли за развлечениями в парк. Городской парк. Ну что, если верить местным жителям, весь эпицентр развлечений собран в этом парке. Качели, батуты, аттракционы. Проверим. Вот такой интерес у нас есть музейный экспонат. Называется «Разувалка». Сапоги тогда были очень высокие. Никаких полных пуговиц, цепок не было. И особенно сложно было снимать, когда они намокают. Вот придумали такую развалку. Ставили. И вот так вот снимали обувь. У меня как раз намокло. Попробуй. А это держаться за это? Очень удобная штука была. Вот, пожалуйста. Извините. Она такие сползает. Это были такие ходунки. Когда дети только начинали ходить, вот сейчас сюда ставили, и он вот так вот по кругу ходил. В дырочку эту вставили его? Да, да, да. И вот здесь лежал с ходунками. Мама уже могла заниматься домашними делами. Они ей не мешали. И вот так вот по кругу ходили. Я могу, конечно, попробовать? Смотрите, пожалуйста, только главное не двигаться. Работает схема. Ну, как-то, вы знаете, туговато с развлечениями. Ну, вот вижу качели. Детям раздолье. А взрослым-то что? Ну, что я там обнаружила? Обнаружила я бар посреди детского парка вроде как. Кучу мамочек с колясками, песочницы, качели. Мальчик любезно уступил мне качельку, я покаталась. О том, что это детские качели, становится ясно сразу. Вот тут моей дочке было бы самое раздолье. Но не мне. Ну, кого смешить? Порасспрашивал, чем же они тут занимаются, как они развлекаются. Как тут вообще, в принципе, местное население отдыхает? Меня отправили все в парк, сказали, что тут эпицентр развлечений. Ну, видимо, для детей больше. Ну, для детей больше, конечно. Сейчас вы оказались в самом главном зале, в царстве «Хартушков». Хартук – это пояс надежда, который является составной частью костюма белорусских женщин. В фондах музея у нас применится более 300 фартуктов, но на выставке здесь показано около 70, где нету одинаковых и даже похожих. В музее более 300, по-моему, фартушков, которым там, я не знаю, уже очень-очень-очень-очень много лет. Вот этот сам станок версташки, по-моему, что вы отказались, сейчас покупают у вас еще? Вы работаете, это как на производство? Да, конечно. Иностранцы покупают в основном, или наши тоже покупают? И наши покупают, и иностранцы покупают. Я даже попыталась прясть, наверное, это так и называется. Отпускаем, нажимаем. А надо двумя ногами или разными ногами? Надо было попасть, но нет. Я даже на педали нажимать не умею. Получилось так себе. А прокат велосипедов, может быть, есть? Нет. А если нет велосипеда, что делать? Свой брак. А можно вас? Ваш отдалжить. Конечно. О, бесплатно. Прокат. Какой можно оседлать? Поэтому я отобрала велосипед у мальчика, покатала в свое удовольствие. Все, я нашла себе занятие, потому что велосипед это мое. Опа. Все, погнали. У-ху. Пока, ребята. Меня заставили. Сказали, что если это надеть, тогда я выйду замуж за бездежского парня. Я считаю, что это хорошая идея. Но он не держится на моей голове, наверное, это плохой знак. То самое интересное, как оказалось потом, там можно было даже выйти замуж. Я была на регистрации брака здесь. Знаете? У меня здесь знакомые женились когда-то. Я же родом из Драгичевского района. Но я плохо помню, что тут было. Но я помню, что у них именно здесь была регистрация. Согласны ли вы, Юлия, выйти замуж за будущего бездежского парня? И по деньгам, что важно. Кстати, вообще стоит вполне себе недорого. Расскажите нам, пожалуйста, про цены. Цена 5 рублей. Сюда входят входные билеты, экскурсия по музею, по подворью, мастер-класс под качество, по приведению и переодевание национальных костюмах. Также катание на бричке. Для тех, кто не знает, я не знала. Это лошадь в повозке. Спасибо. А за что надо держаться? С ветерком можно прокатиться здесь. Пока! У вас очень много гусей, я их очень боюсь. Ну вот, будни крестьянской женщины. Привет, Лена, привет, Юль. Привет. Ну что, расскажите, как съездили. Тебе не понравилось? Не так насыщенно, как хотелось бы и представлялось бы. А мне понравилось. А, вот так вот. Есть что смотреть драгичнее или нет? Ну, кроме того, что церковь старинная, деревянная, наверное, нет. Ну, опять же, если ориентироваться на мнение места, потому что я, честно, не пользовалась интернетом. Я пошла туда, куда отправили. Ну, церковь удивительно потрясающая, но в целом это все. А Юля стала... Я, честно, не пользовалась интернетом, ни у кого не спрашивала, руководствовала столько своими знаниями и уехала из Драгичина. Поехала в район, и там было гораздо веселее, чем, я знаю, было Лене. Ну, у Лены случился неприятный инцидент, ее выгнали из гостиницы, поэтому я думаю, что Драгичина не запомнился. Ну что, давайте считать деньги. Лена потратила 4 рубля 67 копеек, и то только на обед. Могла бы потратить, например, на гостиницу, но не смогла, не дали. Не позволили. А больше гостиницы там? И Юля потратила 20 рублей, 15 рублей на обед и 5 рублей за вход. Шиканула. Шиканула, так шиканула. Ну, не жалею. Я думаю, что тут сложно говорить, кто выиграл, потому что Лена, по сути, не увидела ничего, удовольствие не получила и никак не развлеклась. А вот Юля, да, на эти деньги масса удовольствия и развлечений. Так что я объявляю – ничего. Ура! Это был проект «Камень, ножницы, бумага». Вместо того, чтобы 7 раз отмерить, лучше 1 раз спросить у людей. Они плохого не посоветуют. Отправитесь в путешествие и проверьте все на себе. Пока. Посмотрите направо, посмотрите налево. Зараза, не могу сказать. Так, выождите. Раз, два, три. Вешалки есть. Эй! Простите, пожалуйста, это будет гораздо. А мыло? Или так надо? А у нас фотография? Сейчас захрустим. Эти мои там. А обувалки есть у вас? Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру.